Мы действительно уже более тщательно рассмотрим возможности иммунотерапии рака лёгкого. Здесь слайд о конфликте интересов должен быть следующий. И, наверное, мы понимаем, что мы сейчас находимся в процессе такого революционного движения, которое затрагивает многие солидные опухоли, в том числе и немелклеточный и мелклеточный рак лёгкого. И буквально за последние пять лет мы видим, какое большое количество препаратов зарегистрировано изначально у интенсивно предлеченных пациентов, но и в дальнейшем уже в качестве второй, уже первой линии и в лечении больных более ранними стадиями, в частности, для третьей стадии. Мы знаем, что исследования проводятся для адювантной, для неадювантной терапии рака лёгкого. Поэтому, конечно же, поступательное движение с мемильными шагами иммунотерапии прослеживается и в данной энзологической форме. И мы также помним, что определенная имеется корреляция между ожидаемой эффективностью иммунотерапии и так называемой мутационной нагрузкой в опухоли. И есть опухоли, имеющие самую высокую степень соматических мутаций, это меланома, например, или почечноклеточный рак, для которых, как правило, эффективность иммунотерапии высока, но и рак лёгкого занимает такое среднее положение. И, в принципе, в клинической практике, в рутинной практике, изначально в клинических исследованиях эффективность иммунотерапии в отношении данных нозологических форм и немелклеточного и мелклеточного рака, она, к счастью, была подтверждена. Но я постаралась так структурировать своё сообщение, чтобы смотреть различные варианты иммунотерапии. В частности, начнём, наверное, с комбинации цитостатиков и иммунных препаратов в лечении немелклеточного рака лёгкого без драйверных мутаций. Мы помним, что немелклеточный рак лёгкого с наличием драйверных мутаций, эти пациенты, как правило, не являются кандидатами для проведения иммунотерапии, поскольку эффективность значительно ниже, и эффективность таргетной терапии пока ещё не превзойдённая. Но если мы говорим о целесообразности комбинации ингибиторов иммунных точек контроля цитостатиков, то, конечно, это синергизм, и обоснования этого лежат, наверное, на поверхности, поскольку мы знаем, что и химиотерапия, равно как и лучевая терапия, вызывают повреждения опухолевых клеток, опухолевой ткани, высвобождаются опухолевые антигены, запускаются иммунные реакции, в то же время происходит гиперэкспрессия PD-L1, приводящая к подавлению противоопухолевого иммунного ответа. Если мы добавляем к этому процессу ингибиторы PD-1 и PD-L1, то мы реактивируем противоопухолевый иммунитет и приводят к длительным системным противоопухолевым эффектам. И, в принципе, это нашло подтверждение и в таких исследованиях третьей фазы, и мы знаем, что на основании этих исследований данные комбинации уже мы можем использовать в нашей рутинной практике. В частности, комбинация пембролизумаба с химиотерапией по сравнению со стандартной химиотерапией платин с вращающими дуплетами в исследовании Киноот-189 подтвердила, что добавление пембролизумаба к дуплету приводит к выраженному увеличению общей выживаемости. Риск смерти у этих пациентов снижается практически в два раза. И вот эта тенденция, которая прослеживается, больше эффективность иммунитет при большей экспрессии PD-L1, она подтверждается и в этой ситуации. Мы видим, что третий снизу график справа. У больных, имеющих гиперэкспрессию PD-L1, риск смерти снижается практически на 60%. Такое же аналогичное исследование комбинации отезолизумаба. Здесь четырехкомпонентный режим. Отезолизумаб и биотезумаб, и платинно-сожжающий дуплет. Также подтверждение эффективности включения иммунолокатического препарата. Мы видим и выживаемость без прогрессирования, и, самое главное, общая выживаемость, значительно повышаются при включении в режим ингибитора иммуноточек контроля. В частности, сроки жизни пациентов медиана выживаемости увеличивается практически на 5 месяцев. Причем даже в наиболее отягощенных, скажем так, когортах пациентов, имеющих поражение печени, или имеющих драйверные мутации, или прогрессировавших, или имеющих непереносимость к таргетной терапии, эффект включения отезолизумаба в комбинацию к биотезумабу и химиотерапии, он также прослеживается. Поэтому, в принципе, данный режим является довольно трудоемким, сложным, сопровождающимся рядом расширением токсического спектра, сколько уже 24 препарата используются. Но данный режим является эффективным. Конечно же, интересно было изучить добавление отезолизумаба уже без биотезумаба к платинозрежащему дуплету, в частности, в исследовании комбинация коровоплотина и паклитоксела с отезолизумабом или без отезолизумаба. И также мы видим подтверждение целесообразности включения иммунологического препарата в виде уменьшения и риска прогрессирования, и риска смерти пациента. Отдельная часть группы пациентов — это именно плусклеточный рак легкого без драйвера мутации, безусловно. И также пембролизумаб, платинозрежащий дуплет. В принципе, дизайн исследований он понятен. И также эффективность, целесообразность включения препаратов этой группы к химиотерапии определяется. Мы видим, что даже у пациентов, в общей паклорте пациентов, риск смерти снижается больше на 40%, и подтверждение большего эффекта у больных с гиперэкспрессией PD-L1 риск смерти уменьшается на 63%. Конечно же, тенденция к большей эффективности иммунных препаратов у больных с гиперэкспрессией PD-L1 явилась основанием для запуска клинических исследований именно эффективности монотерапии ингибиторовых иммунноточек контроля у больных с гиперэкспрессией PD-L1. И, в принципе, мы знаем два основных исследования, касающиеся пембролизумаба и атызолизумаба, в сравнении с платинозрежащими дуплетами у больных, не имеющих драйверных мутаций, в частности, пембролизумаб и в сравнении с химиотерапией. Здесь, в этом исследовании, разрешен кроссовер, и в большинстве исследований, к сожалению, к несчастью, к особенностям этого исследования, допускается кроссовер при прогрессировании на фоне химиотерапии. Поэтому такая вот частота исследования, она в этом смысле несколько снижается, поскольку мы такой вот объективные данные об общей выживаемости не можем проследить. Практически все пациенты, прогрессировавшие на фоне химиотерапии, в дальнейшем получали иммунную терапию, в принципе, получая выигрыш, и поэтому нивелируют, наверное, более значимые различия в общей выживаемости. Но даже в этой ситуации при разрешенном кроссовере мы видим, что все показатели и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости медиана практически в два раза превышает, до 30 месяцев, до 2,5 лет повышается по сравнению с пациентами, получавшими только химиотерапию, которые половину из них только пережили один год. Поэтому, конечно же, гиперэкспрессия PD-L1 – это тот фактор, который позволяет выделить когорту пациентов, имеющих максимальный выигрыш. Исследование, которое чуть позднее было представлено, от изолизума по сравнению с химиотерапией, также в первой линии, в зависимости от гистологического вида, неполусклеточный и полусклеточный рак, подбор химиокрепаратов, мы знаем, что он осуществляется. И здесь стандартный дизайн исследования, та же самая тенденция к высокой эффективности моноиммунотерапии у больных, имеющих гиперэкспрессию PD-L1. Мы видим, что выживаемость без прогрессирования увеличивается значительно, риск прогрессирования снижается больше, чем на 40%, и это экстраполируется в показателе общей выживаемости, практически в полтора раза выше медиана общей выживаемости, и снижение риска смерти на 30%. Если мы говорим об объективных ответах, то монотерапия гибиторами моноточек контроля, она, как правило, сопровождается и большей частотой объективных ответов. Причем мы знаем, что и большая частота ответов, и большая частота полных ответов, и, самое главное, большая длительность. Мы видим, что для тезолизумаба примерно на 12% чаще мы достигнем объективного ответа, но и медиана сохранения этого ответа достигает практически 40 месяцев. То есть, по большому счету, 3,5 года пациенты, достигшие объективного ответа, живут, сохраняют этот эффект, и, безусловно, это то достижение, которое гибиторы моноточек контроля подтверждают в нашей практике. Поэтому тезолизумаб, наледу с пембролизумабом, он уже включен в рекомендации и в общемировые рекомендации, и в рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации для использования в рутинной практике. Мы знаем, что при гиперэкспрессии ПДЛ-1 моноточек контроля тезолизумабом в такой вот уже дозе, уже без расчета на килограмм веса, в принципе, для всех препаратов сейчас уже более удобный подход, вот эта такая плоская, так называемая, доза может использоваться. Поэтому тезолизумаб также у этих пациентов в моноточек контроля мы можем использовать. Поэтому, если мы так вот непрямое сравнение проведем между этими препаратами, даже не сравнение, а просто подтверждение их эффективности, мы видим, что эффективность монотерапии иммунными препаратами обеспечивает большую частоту объясненных ответов, большую длительность этих ответов и приводит к практически полутора-двукратному увеличению медианы общей выживаемости пациентов. Поэтому, конечно же, наверное, не обсуждается необходимость определения ПДЛ-1 у пациентов как полусклеточным, так и неполусклеточным раком. И при выявлении гиперэкспрессии назначение моноиммунотерапии, наверное, та опция, которую мы имеем, наиболее оптимальна, которая является. И также в отношении токсичности, как правило, иммунотерапия она сопровождается меньшей частотой необходимости прекращения лечения по сравнению с химиотерапией. И токсичность третьей, четвертой степени тоже, как правило, в два раза на треть она меньше, чем при проведении химиотерапии. Поэтому и приемлемый профиль безопасности, и, безусловно, высокой эффективности, это, конечно, то, что выдвигает такой подход к лечению больных с гиперэкспрессией ПДЛ-1. Конечно же, интересно, насколько эффективна комбинация иммунных препаратов с ТЛ-4 и ПД-1 в лечении немоклеточного рака легкого. В настоящее время, в принципе, мы знаем основную такую комбинацию это неволумаба и пилюмаба. И, в частности, в исследовании Checkmate 227 интенсивно эта комбинация была изучена, причем, видите, очень большое количество пациентов, почти 2 тысячи, больше, чем полторы тысячи, разделение на экспрессию ПДЛ-1 больше 1% и меньше 1%. И, в принципе, на основании этого исследования можно констатировать, что у больных, имеющих уровень экспрессии ПДЛ-1 больше 1%, комбинация неволумаба и пилюмаба по сравнению с химиотерапией приводит к снижению риска смерти примерно на 21%. Кривые, в принципе, расходятся, но, к сожалению, проседание кривой больных, получавших только иммунотерапию, комбинацию неволумаба и пилюмаба, на протяжении первых 3-6 месяцев она, к сожалению, присутствует. Поэтому как раз необходимость, наверное, использования цитостатиков в первые месяцы, начала лечения, она напрашивается. И поэтому то исследование, которое было реализовано и представлено буквально на АСКО прошлого года, когда первые два цикла химиотерапии мы используем для уничтожения наиболее агрессивного клона клеток, для избежания потерь эффекта, потерь жизни пациента на протяжении первых 3-6 месяцев, комбинация неволумаба и пилюмаба, всего двух циклов химиотерапии по сравнению с стандартной химиотерапией. Было изучено, и в принципе, здесь как раз мы видим, что уже кривые больных, получавших химиотерапию и неволумаб и пилюмаб, уже нет проседания, нет потерь на протяжении первых месяцев. То есть химиотерапия в первый наиболее агрессивный период подстраховывает, скажем так, и обеспечивает таким образом и позитивное влияние на общую выживаемость, уменьшение риска смерти на 44% у пациентов, получающих комбинацию неволумаба и пилюмаба и всего двух циклов химиотерапии. Поэтому, в принципе, комбинация иммунотерапии и химиотерапии это, безусловно, эффективность в первой линии терапии немоклеточного рака легкого без драйверных мутаций, и у больных с гиперэкспрессией ПДЛ1 монотерапия пембролизумабом, атызолизумабом это изученная и уже зарегистрированная опция для нашей рутинной практики. И несколько слайдов относительно мелклеточного рака легкого. Тоже мы знаем, что 5 лет, огромное количество исследований, которые позволило уже изрегистрировать, по крайней мере, комбинацию двух ингибиторов умноточек контроля с химиотерапией и ожидать регистрацию других препаратов из этой же группы. Мы знаем, что комбинация тезолизумаба с платинцерящим дуплетом уже зарегистрирована 2 года назад, и, в принципе, мы в реальной практике тоже уже в России используем данную комбинацию. Расхождение кривых и сохранение позитивного влияния на выживаемость пациентов на протяжении 1,5-2 лет мы отмечаем. Почему абсолютный выигрыш через 1,5 года достигает 13% в плане общей выживаемости. Аналогичное исследование для дурволумаба также с комбинацией химиопрепаратов, также и расхождение в кривых по медиане выживаемости, и вот это вот также абсолютный выигрыш через 2 года до 8% в плане сроков жизни пациента. Аналогичное исследование по дизайну со стороны неволумаба, со стороны пембролизумаба, и, в принципе, этот тренд к увеличению показателей безрецидивной и общей выживаемости в этих исследованиях также прослеживается. Поэтому, если мы обобщим все уже такие основные проведенные исследования в этой области в отношении мелоклеточного рака лёгкого, то мы видим, что практически все они подтверждают свою эффективность и в плане беспрогрессивной выживаемости, и в плане общей выживаемости. И увеличивают медиану общей выживаемости до, в принципе, до года и даже более года. Поэтому, конечно же, опция использования иммунолоклеточных препаратов в месяц с атостатиками для мелоклеточного рака лёгкого тоже доказала свою эффективность. Исследований много, которые продолжаются сейчас. Это и исследования иммунных препаратов на более ранних стадиях мелоклеточного рака лёгкого, в частности, после химиолочевой терапии, консолидации эффекта с помощью Дурволумаба или комбинации Неволумаба и Пилиумаба. Это возможности сочетанного использования и ингибиторов иммуноточных контроля и таргетной терапии. Тоже мы знаем этот тренд, который прослеживается практически во всех суридных опухолях, когда мы комбинируем ингибиторы иммуноточных контроля с Алополибом, например, или с Ленватинибом. Также здесь мы видим, что Алополиб с Дурволумабом активно изучается. Различные комбинации уже известных нам ингибиторов иммуноточных контроля и тех, которые ещё имеют цифрово-буквенные исследования, то есть, в принципе, то, что ещё находится на этапе более глубокого изучения. Поэтому, конечно же, мы ожидаем определённые прорывы в отношении мелклеточного рака лёгкого в ближайшее будущее с надеждой. Поэтому, если мы подводим итог возможностей ингибиторов умного точек контроля в первой линии терапии мелклеточного рака лёгкого, то мы уже знаем, что отезолизумаб и дурволумаб в комбинации с химиопрепаратами уже одобрены для рутинной практики и являются уже компонентом нашего такого арсенала лечения данных пациентов. Ну и позитивные результаты демонстрируют и неволумаб, и пембролизумаб. Ну и приемлемый профиль безопасности. В принципе, мы знаем, что, как правило, все эти режимы, несмотря на комбинированные режимы, они не приводят к выраженному увеличению токсичности лечения. Поэтому комбинация, конечно, иммунных точек контроля и цитостатиков в настоящий момент является стандартом первой линии терапии распространенного мелклеточного рака лёгкого. Благодарю за внимание.